Что же ребят, добро пожаловать в новую карьеру, где мы начнем за Торо Росо, так как это единственная команда, которая имеет тот двигатель, на котором я еще не ездил, а именно Хонду. На Феррари я ездил, на Мерсейс я ездил и на Рено также ездил. Но вы зададите вопрос, ну ты же не доехал второй сезон даже за Макларен, почему ты сразу пересаживаешься уже в новую карьеру? Ответ довольно просто, потому что я не вижу смысла выезжать в ту карьеру, поскольку она будет однообразной и борьба у меня будет в основном только с Максом. Ведь в середине сезона мы получим уже оставшиеся там обновления в шасси, у нас шасси станет уже топ-3, топ-4 и по итогу мы просто будем бороться между собой с Максом. Так что по сути Кубок Конструкторов уже решен даже был с самого начала сезона. Да, не решен был чемпионский титул, но тут тоже конечно 50 на 50 был, шанс у нас одинаков, но плюс-минус бы скорее всего я бы смог бы заполучить титул чемпиона. И по итогу да, сезон был бы довольно унылым, поскольку борьба у нас шла только в начале и все. Потом бы нас уже никто не мог догнать бы. Также меня напрягал тот момент, что у нас в карьере почему-то по крайней мере у меня не было машины безопасности, виртуальной машины безопасности. Хотя случались уже инциденты у меня в том же Баку в втором сезоне, когда машина безопасности была обязана просто выехать, когда Льюиса развернула по третьем повороте. Но она не выехала, у нас даже не было виртуальной машины безопасности. То есть, ну, это показывает то, что у меня по крайней мере багнулась карьера и у меня не было ее в принципе. Потому что за весь первый сезон я ее не наблюдал. В втором сезоне я это понял, потому что я ни разу не видел ничего из этого. И как бы это странно даже, у нормальных людей все это есть, у меня нету. Поэтому как-то, ну, хочется уже по-нормальному начать. Плюс новое распределение сил уже на 19-й год наконец-то у нас подъехало. И по поводу болида, да, у нас все плохо будет с силовой установкой, как и у Lenovo McLaren и у Red Bull. Но будем постепенно работать над этим. Но сначала будем работать над аэродинамикой, поскольку я хочу именно дорастить скорость в поворотах. Плюс за счет прокачанной аэродинамики можно ставить меньше угол атаки крыла, за счет этого получать больше скорости напрямых. Так что здесь есть свои плюсы определенные. Конечно, да, здесь меньше даст прирост, снижение лобового сопротивления, потому что у нас мощности как таковой особо нету. Но мощность мы тоже будем наращивать постепенно. И будем немного по-другому сейчас прокачивать болид. Не так, как я это делал в первом сезоне, когда я сразу заказывал детали. Сейчас будем делать следующим образом. Первые 8 гонок я именно буду ехать ради ресурсов. И потом уже будем потихоньку развивать болид. То есть сначала открою по максимуму там скидки, по крайней мере сделать до 40%. И также отдел качества прокачаю тоже до 4, чтобы точно детали приезжали. Ладно, вернемся немного все-таки на этап в Австралии. Клификация у нас происходила. Последний сегмент был в дождь, начинался он. Я тут же решил выехать по этому поводу, услышав, по крайней мере, от инженера еще во втором сегменте, то, что у нас ожидается дождь через 15 минут. Хотя его не должно было быть. И, по итогу, пятое место на стартовой решетке из-за того, что я выехал из пустопа пятым. В принципе, неплохое начало. Меня оно радует. То, что мы можем бороться на данном даже болиде. В принципе, мне понравилось, как ведет себя Туророса в данный момент. То есть болид крайне стабилен. И у него нету никакого эрстилинга. Даже если вот я загружаю те же самые сетапы, что у меня используются на Макларне в первом сезоне. Ну и во втором. Ну, хотя, по сути, да. В первом сезоне так себе сравнили, поскольку тогда болиды имели все характеристики из 18 сезона. Так что, да, по сути, мы ездили, как я и говорил ранее, на просто перекрашенных болидах 18 года. Ладно, стартовой решетка у нас следующим образом. Льюис у нас провалился, поскольку он выехал довольно поздно в третьем сегменте. Но посмотрим, как будет себя вести теперь Мерседес. Насколько сильно он сможет прорваться. Напарник наш Даниил Квят также на 17 месте. Не смог он выйти из первого сегмента. Ну и Вильямсы, к сожалению, на своем почетном последнем месте. В прошлом сезоне они могли не бороться, но теперь у них будет все на много печалей. Приходя к старту. Газ на красные огни, я срываюсь немного с места, довольно плохо сорвался. У меня тут же проходит Феттель, также еще пытался опередить Норрис позади. Но у него не было просто нигде места и возможности просто пролезть где-либо. Хамильтон также там неплохо смог пролезть. Поначалу опередить часть пелотона, потом завязалась борьба между Сайенсом и Ботасом. Он пытался его пройти, но по итогу Ботас отстоял свою позицию. Но тут же уже и Феттель начинает атаку на Сайенса. И по итогу эту борьбу они выигрывают. Хотя прошли не почти весь первый сектор бок о бок. Я попытался конечно атаковать Сайенс, но к сожалению все-таки Макларен есть Макларен. Даже в первом сезоне они намного лучше имеют болид, чем у нас. Рьюис просто по внутренней части траектории пытался пройти сразу же там 3-4 болида. По итогу у него это получилось наполовину. Он прошел Рэдбул, но потом напрямую проходит также и Норриса. И потом уже устремляется со впереди идущим Магнусоном. Который он также пройдет там через пару кругов. Конечно Норрис сопротивлялся как обычно, но не смог. До конца он состоит в свою позицию. И по итогу он ее проигрывает. Также позади была борьба между Рэдбулом и Пересом. Но все-таки Гасли смог удержать свою позицию. Потом, как я и говорил за Сайенсом, я покатался немного. Пытался его атаковать в начале второго сектора. Не получилось, была плохая идея. По итогу я хуже вышел. Позади меня уже и Магнусон начал накатывать. И он уже поравнялся по сути со мной. Я же этого просто даже банально не заметил. По итогу произошел между нами небольшой контакт. Он меня немного подделал, меня из этого немного снесло. Я проиграл по итогу Сайенсу несколько секунд. И Сайенс просто уехал. И я не мог ему навязать никакой борьбы. В тот момент уже позади меня была. Опять же борьба между Хэмилтоном и Магнусоном. И Хэмилтон без проблем обошел Магнусона. Также Норрис позади защищался по отношению к Гасли. Но Гасли, я думаю, даже не пытался его перейти. Просто хотел показаться в его зеркалах. И просто Норрис уже немножко испугался этого. И решил то, что будет защищаться. На втором кругу, на втором кругу первого этапа у нас ходит Квят. Второй круг, первый этап. Каким образом просто это могло произойти, я не знаю. Два круга прошло. Что там, блин, мы поставили с прошлого года силовую установку старую. Или как, ну, два круга на новую силовую установку. Это просто, как по мне, невозможно сделать. Ну ладно, с движком Хонды и не такое может случиться. Поэтому надо будет тоже качать износу устойчивость двигателя. Поскольку, я думал, здесь будет еще быстрее ломаться, нежели Рено в Макларне нашем. Потом Хэммит у меня все-таки прошел, как это было ожидаемо. И позади также была борьба между Магнусоном и Ландой. Который смог все-таки отправляться с Магнусоном. Но ДРС у нас к этому моменту еще не было. Поэтому Ландой еще приходилось защищаться на второй прямой. Где Магнусон все-таки остался еще бок о бок с ним. Из-за чего они начинают ехать в первый сектор весь бок о бок. И уже начиная после третьего поворота у нас идет небольшая медленная секция. В которой бок о бок особо не покатаешься. Ну и Ландой, в принципе, довольно быстро прошел таки Магнусона. Через пару кругов Льюс догнал уже и Саенса, которого без проблем прошел. Также у Ботаса возникли проблемы с силовой установкой. Опять же, первый этап. Опять же, какие-то проблемы у лидеров. Но в данный момент и у Ботаса. Из-за чего он начал терять просто кучу времени. И из-за этого он начал просто дико откатываться назад. Что по итогу придет к тому, что он откатится аж до последнего места. И будет в конце воевать с Кубицей на Велимсе. И причем война у них будет довольно интересная. Но опять же, Ботас даже не сможет никак атаковать Кубицу толком. Только даже под конец гонки он там как-то сможет его атаковать. Потому что на 28-м кругу они все-таки смогли пофиксить проблему с ДВС. И он начал неплохо ехать. Но уже было поздно, так как был конец гонки. Ну что же, потом у нас с Магнусом еще и теряет часть переднего антикрыла в борьбе с Норрисом. И по итогу начинает просто так же откатываться назад из-за поврежденного переднего антикрыла. Прошел его Норрис. Потом Перес. Который прошел еще и Гасли. К тому моменту. Ну и позади него уже сбралась такая неплохая группа из основного пилотона. Норрис с Пересом также потом догнали еще и Ботаса. Бок о бок они начинают проходить его. Проходят вдвоем его. Ну и Перес тут же пытается пройти еще и Норриса. В принципе у Норриса получается отбиться. Но Перес все-таки смог удержаться за Норрисом. Бок о бок они начинают проходить. Последняя часть первого сектора. И также еще Перес пытается вытеснить Норриса с трассы. Просто все время Норрис приходится проезжать там по траве, по поребрикам и тому подобным вещам. Ну и что же. В втором секторе они бок о бок продолжают ехать. Ботас за этим наблюдает. Пытается как-то втистнуться в их борьбу. Но мощности к сожалению в данный момент у него не хватает. И поэтому ему приходится быть эдаким зрителем. Также позади еще и Граждан со Стролом тоже там между собой закусились в борьбе за позицию. Но по итогу Строл смог удержать в борьбе эту победу. Как и Перес в борьбе с Норрисом. Я решил сделать пистоп намного раньше на два круга. Поскольку мой софт очень быстро начал умирать. Потому что я рассчитывал все-таки на один износ. Но по итогу износ был намного выше чем я ожидал. Выезжая как и понятно было на последние позиции. И начинаю потихоньку потихоньку отыгрывать за счет более свежей резины. Потом у нас свои пистопы сделали к этому моменту уже лидеры. И Фетер сделал небольшой андеркад по отношению к Ферстаппину. Поскольку тот уже оторвался неплохо. Но он уперся в Гасли. Который еще шел на старой резине. И поэтому Гасли смог сдержать Фетеля. И дать Максу время чтобы он смог оторваться и выйти из секунды. Ну и Фетель в середине круга все-таки смог обойти Гасли. Но позади уже виднелся Хэмилтон. Который смог догнать неплохо Фетеля. Из-за того что опять же Гасли его сдержал. Я же сделал небольшой андеркад по отношению к Сайенсу. Я был близок к нему. Но все-таки Сайенс вышел на медиуме. Я не рассчитывал то что боты тут будут иметь софт-медиум. Я думал как у меня у них будет софт-хард. Но по итогу да. У половины пелотона был точнее в большей части. Это был стратегия в софт-медиум. У кого-то был софт-хард. Я же не мог пойти на такую опять же стратегию. Поскольку в 10-м кругу у меня был бы очень большой износ софта. И поэтому я бы никак не смог на нем дальше поехать. Потом Перес меня атаковал. Прошел. По итогу я начинаю за ним ехать. И решаю его обойти в 3-м секторе. Но потом думаю окей. Впереди у нас зона детекции ДРС. Пропущу я его вперед. Чтобы я получу гарантированно ДРС. И на прямой и на второй прямой смогу его обойти за счет ДРС опять же. Но я немного не учел. Все-таки что у него более свежие шины. У него мотор Мерседес. И он начинает от меня просто уезжать спокойно. Даже несмотря на то, что я буду иметь ДРС. Поскольку я просто даже плохо выйду с последнего поворота. Из-за того, что у меня карта, которая уже была достаточно изношена. Позади уже был и Норрис, который я пытался обойти. Но первая попытка не удалась у него. По итогу я начинаю терять еще больше денег по отношению к Пересу. Ну и он просто банально уезжает от меня. Норрис же меня просто так не оставил в покое. Он меня всячески пытался пройти. Трайм попытка атаки его в третьем повороте. Но она не уменьшалась опять же успехом. И мы начинаем потихоньку-потихоньку ехать. И бороться между собой. Также уже позади Гасли к нам подъезжал. Что еще по сути хуже. Поскольку Рэдбул еще труднее будет сдерживать нежели Макларен. И я думал уже что мне делать. Поскольку у них мидиум. У меня хард. Разница есть. В поворотах они быстрее намного меня. Выходят быстрее. И в этом главная проблема. Под конец гонки может быть я бы имел какое-то преимущество. Ну по крайней мере уже бы мы были на равных. Но в данный момент до конца гонки еще было 11-12 кругов. И надо было что-то делать. Ну и Гасли начинает сначала атаковать. Но Рис без проблем его проходит. Потом он старт с финишной прямой. Пытается меня уже опередить. Я его пытаюсь вытеснить как можно ближе на внутреннюю часть поворота. Но и по итогу у меня это получается. Он медленнее проходит. Но я пытался перегрестить траекторию. Из-за чего я остался позади. Но за счет слепстрима я смог удержаться. И уже провернуть свою атаку в третьем повороте. Также еще и Гасли блокирует свои покрышки. Меня также немного сносит на входе в поворот. По итогу мы начинаем ехать бок о бок. И я смог удержать свою позицию. В четвертом повороте я обогнал все-таки Гасли. Но радоваться рано. Поскольку Гасли проводит следующую атаку. И последнюю атаку. Поскольку я блокирую его. И по итогу он отказывается назад. Уже и Норрис попытался его атаковать. И я начинаю просто потихоньку оторваться. Из-за того что они начинают бороться друг с другом. Также на точке детекции ДРС. Норрис был чуть впереди. Из-за чего исход становится предсказуемым. Норрис определяет свою позицию по отношению Гасли. Да он смог его пройти. Но старт финишная прямая. Потом еще вторая прямая с зоны ДРС. Также к этому моменту уже и Райклин подъехал к этой паре. Точнее к нашей тройке. Но я уже к этому моменту успел оторваться на секунду. Что было для меня самым главным действием. Поскольку если я отрываюсь на секунду. Никому не дают из них ДРС. То до меня они скорее всего не доедут. Поскольку Мидиум при такой интенсивной борьбе. У них уже потихоньку потихоньку начинал бы сдавать. Ну а теперь вернемся к лидерам. В Ферстапе у нас проигрывает позицию Хэммитону. Который сначала поравнялся в первом повороте. И на второй прямой уже за счет ДРС. Без проблем проходит дальше. И уезжает уже за Леклером. Которого он довольно быстро догнал. Поскольку у Леклера похоже возникли тоже проблемы с ДВС. Потому что он начал проигрывать по полторы-две секунды на круге. И его без проблем начали обходить все. Ну точнее по крайней мере из лидеров все. Сначала это был Хэммитон. Который выехал на первую позицию. Потом был Ферстаппин. Который также без проблем догнал и обогнал Леклера. Ну и в конечном итоге еще это был и напарник Леклера. Феттель который также без проблем опередил его. И занял тем самым третье место на подиуме. Что же потом также еще и Хэммитон догнал на круг своего напарника Вальд Риботтеса. Который сражался с Кубицей. По крайней мере пытался сражаться. И как я говорил ранее у него уже были проблемы с ДВС. Но ближе к концу гонки они были решены. Потом у нас вот Феттель начинает проходить своего напарника. И без каких-либо проблем проходит его в четвертом повороте. Ну и я думаю если бы гонка была длиннее еще на 3-4 круга. Я думаю там бы Леклер мог проиграть еще больше позиций. По крайней мере его может быть дарит на лобус Сайенс к этому моменту. Для меня гонка закажется на седьмом позиции. В принципе неплохой результат. Поскольку думал то что начнем чуть хуже. Но неплохие очки для нас. По сути седьмое место это 6 очков. К сожалению да. Дальше не шутил. Так же он с ним может подрываться. Обидно печально до срабо нового. В середине селена думаю мы начнем постепенно. Приехать наш болит. И постепенно к концу сезона уже думаю будем бороться в группе А. Ну и там уже Леклер немного по разному пойдет. Леклер использовал для себя отличную лобку. Он стартовал с 10-го места и смог его открыть до 1-го места. Ну похоже так для Мерседеса. Обидно то что Валькер конечно не остался в лучшую лобку. И в принципе все что-то на срабо время. У Герседеса не было прям что у Валькера. У каждого места не улетает место. Но это место отработься отработься. А тут же в середине позиции. Не отработься от 1-го места. Но там есть и в первом месте. В первом месте в паткере. Третья петель. И в принципе неплохое начало для первых пилотов в топ команд, для вторых пилотов в кафе. Параон, для наших лучших шагов, были первые аресты, это очень хорошо начало. По сути, макарный кремль у нас не будет, а не будет, а не будет, а не будет, а не будет. Так же станет по пятой, переносит, 13-й, а не будет, а не будет. Так же, в течении, в кафе, а не будет, ну и ботов, ботов, а не будет. Опять же, я естественно начинаю выигрывать, поскольку у нас квят вылетел и не доехал до конца, но у вас окажут именно какого-то, возьму я уже зажигалку по каранде, Ну и я буду думать, кого уже опять взять Так же застает отметить то, что мы можем не будем бойчиков из F2, 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 Batlera У них подмастер надо будет работать с системой с решапами Поскольку мы должны будем делать эту систему еще Так, чтобы не бойчик из F2 И на место там бойчиков F1 Чтобы намного больше меня уже в тарапе Да, и чуть-чуть в тяже И все равно как мы с F2, F2, F2 И все, чтобы бойчики зато, будем работать или нет Ладно, по поводу мальчиков, какие были первые звуки Мы уже не будем брать или нет На скидке различные и так же Один праздник А что я тут еще делаю? Какая связь? Какие-нибудь? Для этого, ребят, я вам покажу А не подписывайтесь на наш канал Так что лайк, подписывайтесь на наш канал Так что лайк, подписывайтесь на наш канал И до скорых встреч! Пока-пока и удачи!